Часто ли вы задумываетесь, почему на упаковке пишется 1 литр или 1 килограмм, а в самой упаковке находится в лучшем случае на несколько десятков миллилитров или грамм меньше? Название этому явления – даунсайзинг. Это один из немногих приемов, которые используются, чтобы приспособиться к новым экономическим реалиям. К такой хитрости часто прибегают производители, чтобы сэкономить на материалах и не повышают цену на товар. Такой способ часто применяли на бутылках с газировкой, молоке, соке, растительном масле. Теперь правила изменились. Производители или те, кто продают, реализовывают продукцию, идут на такие ухищрения, дабы не было очень такого скачкообразного роста цен. И мы с вами, не задумываясь, покупаем данную продукцию и как бы пользуемся. Исходя из этого, кто-то обращает на это внимание, кто-то начинает жаловаться, почему же так произошло, почему же нас обманывают. Хотя есть нормативные документы, стандарты, ГОСы, которые регулируют всю эту деятельность. И вот на сегодняшний день государственный стандарт, который регулировал массу, объем, количество продукции, он был введен в 2020 году. И вот последнее нововведение 25 октября ввели или вступила в действие поправка, которая регулирует количество продукции, которую мы с вами покупаем и приобретаем. Нововведение коснулось многих повседневных продуктов. К примеру, сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай и иные продовольственные товары первой необходимости. Помимо этого, маркировке подвергнутся товары, которые хотят заявить о соответствии ГОСТу. Такие нововведения были приняты явно в интересах покупателя. Указ коснется не только производства, но и сортировки, фасовки и продажи. С точки зрения психологии, прием даунсайзинга очень эффективен. Человек начинает беспокоиться, когда видит рост цен. Если же оставлять стоимость без изменений, но убавлять количество товара, то потребитель меньше волнуется. Также можно рассмотреть с такой точки зрения психологического фактора. Ну, как приведу такой пример, если мы привыкли покупать литр молока, условно говоря, за 30 рублей, а производители видят, что идет рост коммунальных, рост сырья, они увеличивают стоимость реализуемого продукта. Но когда мы с вами идем и на следующий день этот литр молока для нас стоит уже 35 рублей, 40 рублей, психологически наступает барьер, когда мы как бы не готовы приобретать ту или иную продукцию. И тем самым, вот с точки зрения психологии, что стоимость остается, казалось бы, не изменяющейся, а меняется объем, ну, это было вот неким таким ухищрением. Новые правила маркировки вступили в силу с 25 октября. Как оказалось, производители товаров столкнулись с проблемой. Теперь на складах лежит огромное количество товаров, которые упакованы в неправильной упаковке. С новыми правилами маркировки продукции на складах необходимо утилизировать. Это не только дорого, но и несет за собой большие убытки для многих отечественных производителей. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Софья Чугунова, Универньюз.